девчонки привет сегодня я хочу вам показать свои покупки косметики первую часть которую я сделала феврале посылки которые мне пришли уже в россии давайте начинать наверно будет как обычно по порядку нанесения макияжа и давайте начнем со скучного потому что первые единицы продуктов которые вам буду показывать я открывать к сожалению не буду это у меня все идет в запас я хочу чтобы она была свеженькая давайте смотреть во первых на вайлберис приобрела вот такую штуку которая у продавца позиционировалась как база под макияж но можно обратить внимание что это называется санскрин санскрин с тональным эффектом я взяла эту штучку на лето у меня сейчас заканчивается подсвечивающая база и я взяла это средство на замену мы обязательно с вами его вместе откроем но чуть позже это должен быть такой крем солнцезащитные 50 степень защиты с подсвечиванием и с таким немножко бежевым оттенком который можно наносить и в качестве базы и как основное средство вместе с консилером для более легкого летнего макияжа вы значит это первое было что я приобрела давайте коробки убирать далее я приобрела кушин от чупа-чупс это вообще мой первый нормальный кушин много лет назад я уже пробовала такой формат он мне не зашел я брала какой-то очень бюджетный кушин с алиэкспресс знаете это было там наверное году в шестнадцатом мне текстура не понравилась и я поставила крест на кушинах зря наверное вот я решила в этом году их распробовать потому что очень удобный формат и и набрала себе этих кушинах значит первый это у меня чупа-чупс у меня оттенок 03 фейр и вот такая он милашка я думаю вы много кто видели эти средства уже много кто попробовали их а я вот только начинаю и я думаю что открою его также к лету вот такой он миленький выглядит просто как какой-то пончик ну на этом я на кушинах не остановилась из того что мне уже приехала это вот такое вот средство от amuse это опять корейский производитель у меня это оттенок 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 02 хилти это уже что-то будет на такой на загар вот если в чупа-чупсе заявлено покрытие полное и подсвечивающий эффект то здесь также подсвечивающий эффект но среднее покрытие здесь упаковка намного более массивная но тоже все очень милая розовенькая в общем на вайлберис куча видов этих кушинах я выбрала вот такой также я точно знала что буду запасаться хорошими бюджетными консилерами и опять как и в прошлом году сделала закупку из нескольких штук на вайлберис консилера у меня отлетают очень быстро и я не люблю тратить на них слишком большие деньги в этот раз я хочу попробовать консилер от divash на него очень хорошие отзывы и он очень бюджетный у меня это оттенок 01 н так что этот консилер идет ко мне в запасы далее повторила покупку холика и холика cover and hiding консилер у меня это также оттенок 01 такой консилер у меня уже был я его заканчивала он мне нравится единственное что покрытие для меня не идеально она чуть чуть легче чем мне надо и обычно в самую точечку глубокую синячка под глазом я его немножко уплотняю и перезаказала свой любимый тип консилер от сейм тоже в первом оттенке это будет запаска возможно возьму еще один но с другой стороны куда мне столько консилеров все-таки у меня одно лицо и последняя такая не очень интересная штучка это маркер для бровей от divash я люблю формат маркеров для бровей ну и вот в этот раз взяла divash возможно еще повторю и вен собой у меня это оттенок 03 первый такой интересненький продукт и эта покупка которую я давно хотела сделать думала купить эту пудру еще в турции но почему-то купила в россии не знаю почему стоят они кстати абсолютно одинаково что в литуале что в турецком времени это дольче габана это пудра которая выходила летом прошлого года вот в таком шикарным просто дизайне в стиле дольче венецианская плитка ну в общем как обычно шедевр такая достаточно увесистая упаковочка классно смотрится серебро с вот этим синим узором и на самом деле это самая неоднозначная покупка потому что из всего что далее следует почти все продукты я использовала пробовала и вот это вот пудра вызывает у меня больше всего вопросов потому что я не понимаю что она делает давайте смотреть свотч она выглядит очевидно как подсвечивающим по свотчу можно даже подумать что это тянет на слабенький хайлайтер но она вообще не подсвечивает кожу и если мы посмотрим по описанию по названию это такое средство которое должно блюрить поры но дело в том что когда наносишь это в т-зону то она не то чтобы особо блюрит я не могу пока понять мне нужно еще больше тестировать такое впечатление что что-то я делаю не тонн девчонки расскажите у кого есть такая пудра потому что на нее очень хорошие отзывы в литване сколько я помню и вот может быть она у кого то есть вы ее распробовали потому что я пока не поняла то есть я думала что она скорее будет подсвечивать ну вот прям видно да это подсвечивание но заявлено она как блюрище непонятно то есть для меня неоднозначно когда такой подсвечивающий казалось бы продукт наносится в поры напор и точнее да наоборот он будет подчеркивать рельеф короче вот это вот я пока не поняла далее идут у меня румяна из того что я хотела вам показать и в отличие от пудры это тот продукт в который я просто влюблена во-первых ну какие они милашки это корейский бренд или by red если я правильно прочитала и у меня оттенок румян 03 я покупала их на wildberries кстати девчонки я наверно ссылки на все покупки оставлю своим телеграм-канале потому что последние разы когда я вставляла кучу кучу ссылок в описании под видео у меня видео очень долго грузилась в общем я теперь буду все ссылки на покупки и пустые баночки оставлять в телеграм-канале в общем здесь очень красивый оттенок очень естественный приятно эти румяна наносится не залипают они полупрозрачные они не то чтобы очень пигментированные на лице я ими пару раз красилась мне очень понравилось я жду когда у продавца появится еще оттенки с удовольствием куплю оттенок 01 я жду и 02 единственная тут неприятность это вот такая очень тугая кнопочка обычно такие проблемы я решаю очень просто я беру пилку для ногтей и немножко подтачиваю вот этот пластик девчонки для тех у кого есть какие-то такие трудности с открыванием подобных застежек у продуктов это всегда работает обратите внимание кто не знает хайлайтеры из покупок хайлайтеров у меня должно было быть два в этом видео но их только один потому что вот один такой хайлайтер клиопризм у меня пришел в первом оттенке разбитый это оттенок 02 я его уже пробовала лавандер вояр наверно все девчонки уже купили эти хайлайтеры и они действительно того стоят ну давайте и мы с вами тоже посвотчим у него есть более такая гладенькая естественного финиша сторона и такая более искристое ярко я наношу сначала одну потом другую смотрится он просто великолепно я обязательно буду перезаказывать в первом оттенке мне очень понравился этот хайлайтер жалко что пришел битый давайте плавно переходить к покупкам для глаз и первое что я хотела вам показать это вот такие кисточки от менли про я их очень давно хотела и взяла кисти из двух коллекций спиннинг монинг она выходила в прошлом году и форсти монинг она выходила по моему этой зимой вот так выглядят эти кисти очень красивые выглядит качественно мягенькие хорошо подстрижены в принципе я довольна покупкой я если честно как вы понимаете покупала из-за оформления в первую очередь так то у меня кисти есть и больше мне не надо вот это вот кисты из коллекции спринг моим она искусственная такая плотненькая мне кажется подойдет для консилера а вот эти две кисточки они из козы перемешку с кукурузным волокном тоже очень приятненькие я еще их не пробовала но уже заказала третью кисточку из вот этой коллекции зимней со снегириками из покупок для глаз хочу вам показать во первых несколько штучек из того что я покупала еще в турции и вот это вот такой дочерний от клио бренд он называется twinkle pop в россии он пока не представлен но я думаю что это временно и это вот такие глиттер стики от этого бренда у меня в двух оттенках кто бы знал где эти номера оттенок 11 и 13 они полупрозрачные на самом деле таких средств сейчас полно в том числе китайских это просто блестки в карандаше скажем так они очень красивые красиво сияют я если честно взяла себе их потому что после инвентаризации косметики после того как я внимательно посмотрела на свои палетки я поняла что у меня есть некоторые такие старушечки в палетках которые я очень люблю например баксом но в которых мне уже не хватает сияние и вот чтобы что-то там подсветить на яблочке глаза да там или в уголочке я взяла вот эти стики в принципе уже несколько раз пользовалась они миленькие ничего особенного но в макияже помогают далее хочу вам показать однушечку от бобби браун которая у меня была в вишлисте еще с осени двадцать третьего года это их коллекция по моему мунстон glow она называлась и туда входил вот такой вот оттеночек однушки который заявлен как спаркл у меня это оттенок космик безумно конечно красивая упаковка и такой интересный именно для марки бобби браун оттенок потому что насколько я помню зелененьких таких фисташковых оттенков они не делали симпатично он красиво смотрится мне конечно девчонки писали что он далеко не оригинальный конечно не реагинальный но красивый я его носила он конечно на спаркл не тянет это что-то такое очень тоненькая по формуле напоминают какие-то японские тенюшки выглядит просто так спокойно повседневно интересно на глазах в принципе я не жалею покупки она мне очень дешево досталась эта однушка по моему около 300 лир это где-то 900 рублей для бобби браун сами понимаете это просто даром теперь давайте смотреть палетки и первое что я достаю это клио от он бриз in seo forest выбрала оттенки только из-за названия потому что очень долго не могла выбрать все палетки там были примерно одинаковые на золотом яблоке которые были в наличии поэтому я просто решила опереться на название и вот принципе симпатичная типичная корейская палетка мне очень понравились матовые я красилась два раза и конечно я очень довольна не смотрится это и не ощущается дешево это плотный тяжеленький пластик и я довольна когда будут скидки на золотом яблоке возможно я еще что-то приобрету от клио хотя есть честно я уже столько нахапала давайте посмотрим с вот чем как ни странно эта палетка достаточно пигментированная и мне на мою форму глаза на те макияжи которые я привыкла делать мне было достаточно углубления и я вообще была очень довольна макияжем и второй ряд теней нанесла за кадром давайте обсудим слона в комнате это вот этот глиттерный оттенок я им пользовалась я использовала его в микроскопическом количестве только на яблочко века на серединку века подвижного и он носился немножко тяжеловато я ощущала на глазах его при удалении макияжа проблема у меня не возникла но вот именно в процессе было такое ощущение как будто немножко перегруз на веке дискомфорта не было но периодически создавалось такое ощущение как будто ну тяжеловато не знаю как объяснить но в принципе палеткой я довольна но с клио я не остановилась и заказала себе еще палетку soft depth она мне понравилась намного больше чем 1 эта палеточка понравилась мне больше потому что в ней нет крупной зернистого глиттера два оттенка которые здесь сияющие они в рамках шиммеров скажем так то есть глиттерами я бы их не назвала некомфортные этот очень яркий и очень красивый вот эти три больших рефила позиционируется также как средства для лица и это скульптор румяна и хайлайтер но все в таком корейском стиле как вы видите на руке на моей видно кореянки любят такие светлые румяна они их наносят чуть ли не под глаза и это смотрится на самом деле довольно освежающим такой эффект я тоже люблю и я их использовала в качестве румян и на мне было видно мне понравилось конечно хайлайтер тут не вау прям не вау обычно стандартный хайлайтер повседневный мне очень понравилась растяжка матовых оттенков они очень хорошо мягко ложатся в дымку такое впечатление что тушуют вообще сами себя и три блестящих оттенка светленький такой более тонкой формулы искристый оттенок посередине это вот эта блестяшка и он просто великолепные в нем отдельные бронзовые розовые серебристые блёсточки безумно красиво и вот этот оттенок он скорее как сатинчик для притемнения макияжа в общем я палеткой осталась безумно довольна даже подумываю взять 2 но не же долгали ли по моему называется меня только смущает то что там такие оттенки которые обычно мне не очень подходят и последняя палетка которую я купила пока что это ту фейст эту палетку думаю тоже уже все купили все видели она в или доброта продавалась с огромными скидками это туфем серия которая выходила чуть ли помню два года назад им изначально она мне не привлекала но я распродала весь свой туфейст в турции который был жестяных упаковках и решила что хотя бы какая-нибудь одна палеточка тем более он такая маленькая компактная мне нужно и мне понравилось цветовая гамма ничего необычного сверхъестественного легенькая романтичная на весну такая розовая с какими-то зелененькими акцентами в общем я подумала что в коллекции не помешает и вот так выглядят свочи на эту палетку я и делала один макияж и он мне понравился получилось такое что-то очень розовенькая искрящаяся такое все романтичное весеннее у меня еще был такой розовенький свитер я думаю что на 14 февраля я также ей накрашусь по моему она очень толково собрано потому что можно видеть и и светлый растушевочный и средний такой оттеночек для построения формы и темный коричневый вот он здесь и какие-то такие пастельные цвета и даже какую-то розовую фоксию и темный металлик и вот эти искрящиеся блестяшки с такой тонкой гладкой формулой и такой сатин розовый которым я кстати тоже пользовалась и он интересный и вот такой достаточно стандартный шиммер классная палетка почему бы и нет и у меня для вас остались только продукты для губ чтобы далеко не отходить от вот этой палетки ту фейст хочу показать вам такую помаду сердечком взяла и он также в ильдоботе оттенок never grow up прекрасный нюдовый оттенок я ее уже носила она очень комфортно и мне очень понравилось как она сидит на губах ничего не сушит мне она такая больше как бальзамная помада пахнет чем-то сладеньким кажется что кофейным или карамельным а палетка она пахнет не могу понять чем-либо какой-то сладостью типа зефирки либо чем-то фруктовым но очень приятные сладкие и не яркие ароматы почему такая помадка у меня появилась очередной нюд в коллекцию на губах смотрится очень нюдово очень комфортно и очень носибельно также взяла себе карандаш от influence на wildberries 06 оттенок первое что он сделал когда он ко мне пришел я его открыла он сломался должен был быть это коричневый оттенок но это какой-то бордовый на свотче вроде выглядит хорошо но я его пока не пробовала не носила как-то он меня расстроил тем что обломался немножко в общем теперь у меня есть такой карандаш приобрела вот такую помаду из серии бекалор капсуль или капсула и я оказалась очень довольна она мне очень понравилось единственное что затрудняюсь сказать вам оттенок я сюда подпишу убегала сделана так упаковка что он после того как снимаешь защитную пленку номера номера оттенка не остается не очень удобно тем не менее сама помада мне очень понравилось она вот такая вот тоненькая это тоже бальзамная формула она полупрозрачная на мне этот оттенок который я подпишу он лежит как свои губы только лучше носится очень хорошо в общем мне так понравился этот продукт что я себе по на заказывала сэвендейс бекалор просто столько сколько потом блин не знаю куда девать буду вот надеюсь что в следующем видео про покупки у меня уже все придет и я вам все покажу ну вот конкретно этой помадка я очень довольна осталась она супер классная и как я вам уже говорила в каких-то роликах и даже в прошлых покупках с конца прошлого года я очень заинтересовалась корейской декоративкой но это и видно по покупкам наверное потому что какое-то немножко затишье на рынке европейских запусков то есть у меня пока ничего там не привлекает только копится виш-лист из инди брендов а вот корея вновь заинтересовалась раньше я пользовалась только ей и вот последнее что хочу вам показать это несколько средств для губ также корейских производителей во первых я взяла себе второй оттенок вот такого тинта джуиси lasting tint от роман этот тридцать второй оттенок бербери смузи это вот такой вот барби розовый цвет и сам тинт очень классно пахнет каким-то ягодным йогуртом либо клубничным либо черничным очень вкусно такие тинты от роман я очень люблю заставляю уговариваю себя не набрать кучу оттенков пока у меня только два и я пытаюсь на этом остановиться также я взяла от них вот такую матовую помаду у меня это оттенок 06 не подскажу как он на английском называется и здесь наоборот такой коралловый яркий оттенок я подумала что у меня очень много нюдовых оттенков и можно и попробовать разнообразить как-то свою коллекцию вот такой это яркий цвет на лето мне чем-то формула напоминает вилетовую помаду от живанши если я правильно назвала формулу если нет подпишу и я не планирую плотно наносить ее на губы скорее всего такой дымкой легкой и должно быть красиво ну вот эту помаду я пока не пробовала и последнее средство последняя моя покупочка которую хотела вам показать это вот такой вот тинт форме сердечко от холика холика у меня это оттенок 08 до коди коди и этот тинт меня разочаровал я его правда еще не носила но чтобы вы понимали этот цвет должен был быть нюдовым в итоге он просто рыжий и я не представляю себе как я буду его носить возможно надо просто попробовать макияжа и тоненько его нанести тогда он будет как-то смотреться более носибельно как вы можете видеть все покупки для губ оказались очень разных оттенков и я этому рада хоть какое-то разнообразие потому что я любительница уйти в полный нюд и в итоге одинаковые цвета в коллекции ну и по поводу тинтов вот такой вот тинт оставляют средства вот это вот роман а вот это вот холика а это были все мои покупочки которые я сделала в начале февраля спасибо девчонки что посмотрели это видео всем прекрасного настроения отличного дня отличных покупок косметических и не только всем пока пока вам